С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске мы расскажем. В окружной столице подвели первые итоги после запуска мусорной реформы. С какими сложностями сталкиваются региональные операторы по сбору твердых коммунальных отходов и что уже удалось сделать. Какие цифровые профессии будут востребованы в будущем? Появятся ли в школах региона интерактивные парты? Нужны ли округу специалисты в сфере IT-технологий? На эти вопросы школьников в ходе урока цифры ответил Александр Цибульский. В окружной столице стартовала ежегодная конференция «Наука. Профессиональное образование. Производство». С докладами на различные темы выступили школьники, студенты и преподаватели. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Внутренний туризм в Нинецком округе будут развивать, объединив возможности авиакомпании представителей регионального туркластера. При этом особая роль в организации пребывания гостей Заполярья будет отведена Центру арктического туризма. Этот вопрос стал одним из предметов обсуждения на встрече главы региона Александра Цибульского с руководством авиакомпании «Руслайн». В частности, губернатор Нинецкого округа поручил своему заместителю Юрию Бездудному совместно с вице-губернатором Татьяной Лагвиненко активизировать работу Центра арктического туризма с учетом увеличивающегося потока туристов из Екатеринбурга, Уфы и Челябинска. Спрос на полеты в Заполярье с начала года существенно возрос за счет низких цен на авиабилеты. Сейчас стоимость поездки на рейсах авиакомпании «Руслайн» в Нарьинмар из таких городов, как Екатеринбург, Челябинск и Уфа, составляет от 1 до 2,5 тысяч рублей. Этот факт необходимо использовать как дополнительную возможность для развития внутреннего туризма, считает губернатор. Добавлю, рабочая встреча губернатора Нянинского округа Александра Цибульского с заместителем генерального директора по внешним связям компании «Руслайн» Натальей Кашевар прошла в Нарьинмаре накануне. Представитель авиаперевозчика, работающего на территории региона с 2019 года, рассказала о программе развития деятельности компании на 2020 год. В частности, речь шла о расширении географии полетов. В этом году в план войдут два новых направления – Нарьинмар-Казань и Нарьинмар-Симферополь. После перехода Нянинского округа на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами прошло больше месяца. Напомним, с 1 января за сбор, транспортировку, переработку и утилизацию мусора отвечают региональные операторы. На территории субъекта эти функции выполняют комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию и Север-Жилкомсервис. О том, как мэрия Нарьинмара и администрация Заполярного района оценивают работу своих муниципальных предприятий в этой области и какие проблемы возникают на пути регоператоров, журналистам регионального СМИ рассказали на брифинге. Подробности у Ирины Никешиной. Переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами предшествовала большая и серьезная работа региональных операторов, в том числе по формированию клиентской базы, получению необходимых лицензий на осуществление деятельности, восстановлению тарифов, а также приобретению и установке необходимого оборудования. С этой работой они справились достаточно хорошо и вовремя. То есть к Новому году они фактически уже готовы были к осуществлению необходимых видов деятельности, связанных с обращением с отходами. Несмотря на полную готовность, региональные операторы в ходе своей деятельности столкнулись с трудностями. Одна из которых – жалобы граждан на несвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок. Отмечу, что для этих целей комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию привлек трех подрядчиков. Отходы к ним переходят с момента их выемки с мусорных площадок. Так вот, для того, чтобы взять эти отходы с мусорных площадок, им необходимо каким-то образом добраться до этих площадок. И вот здесь как раз возникал вопрос в взаимодействии с органами местного самоправления и непосредственно с теми организациями, которые должны заниматься расчисткой и содержанием дорог и подъездных путей. В данном случае, если, к примеру, площадка находится на территории общедомового имущества, то это управляющие организации. Если находится на территории муниципального образования, то, соответственно, организации, которые занимаются деятельностью по расчистке дорог и муниципальных образований. В целом, положительно оценивают работу региональных операторов и органы местного самоуправления. Как отметил первый заместитель главы администрации Наринмара Андрей Бережной, все замечания в сфере обращения с отходами устранялись своевременно. Мы, считаю, создали с округом достаточно действенную систему постоянного мониторинга. То есть реагируем на каждое появление какого-то сигнала и через соцсети. Быстро реагируем, передаем перевозчикам. В кратчайшие сроки пытаемся делаться устранить. Нарабатываем временные схемы уборки, временные схемы вывоза. По словам Андрея Бережного, налажена система контроля и на полигоне ТБО. Перевозчик твердых коммунальных отходов фиксирует состояние контейнерных площадок до уборки мусора и после. По словам Андрея Бережного, налажена система контроля и на полигоне ТБО. Все машины оборудованы ГЛОНАССом, поэтому мы можем отследить маршрут. Все машины сертифицированы, имеют соответствующие допуски. Установлена система электронного взвешивания мусора на полигоне. То есть систему делаем максимально прозрачной. Понятно, что какие-то проблемы есть, но система нарабатывается. Я думаю, что ухудшения мы точно не предвидим, а улучшения будет. Сложнее обстоят дела по обращению с отходами в муниципальных образованиях Заполярного района, относящихся к зоне деятельности второго регионального оператора Севежилкомсервиса. Как отметила глава районной администрации, проблемы возникли с проходимостью техники по согласованным маршрутам. Как жалобы появлялись, как Андрей Николаевич тоже сказал, жалобы появлялись, мы так же быстро реагировали. Пытались и Севежукусервис где-то перехватывали. И люди, те, которые были заключены, с которыми договора по вывозу мусора, снегоходной техники, еще как-то приходилось тут же моментально перезаключать с другими людьми, чтобы это происходило. Да, где-то было нарекание о том, что где-то прицеп переполнен. Но это все-таки такой опыт уже временной. Январь показал, где у нас каких особенно населенных пунктов проблемы, а где, в принципе, прошло это гладко и безболезненно. Поэтому будем упору делать сейчас на те населенные пункты, где сейчас это выявилось. В ходе брифинга журналистам региональных СМИ рассказали и об изменениях требований к обустройству мусорных площадок. Согласно новым СНИПам, контейнеры должны эксплуатироваться только с крышками. Так, например, на Ринмару требуется закупить 100 новых мусорных емкостей с крышками и 30 мелкозаглубленных контейнеров. На территории Заполярного района требуется обустроить площадки для накопления ТКО. У нас как раз рассматривается сейчас вопрос возможности финансирования мероприятий по созданию контейнерных площадок и созданию мест накопления. В частности, по району, у нас с учетом того, что большинство площадок не соответствуют требованиям законодательства, то есть мусор складывался ранее навалом, где-то отсутствовали ограждения. Сейчас планируется ими создание, соответственно, площадок, которые отвечали бы требованиям законодательства. Площадки очень дорогие, там от 3 до 8 миллионов одна, и поэтому таких денег нам, конечно, не осилить. И поэтому совместными финансовыми усилиями будем это делать. Сейчас, надеюсь, на мартовской сессии это будет рассмотрено, и мы уже будем как-то торговать отдельным, наверное. Одним лотом и обустраивать места накопления, одиншим местным накоплением мусора. Обустройство площадок для накопления ТКО на территории муниципальных образований Заполярного района начнется летом этого года. А первые квитанции об оплате услуг по обращению с отходами жители округа получат уже в текущем месяце. Касается это и юридических лиц. Для них стоимость тарифа за услуги по обращению с отходами составляет чуть более 970 рублей. В то время или поздно юридическое лицо получит квитанцию со стоимостью услуг норматив. Дабы удешевить все эти процедуры, органы власти, прежде всего, было принято решение о том, чтобы юридические лица заключали договор с региональным оператором по факту. Основные условия для заключения договора по факту с региональным оператором для коммерческого учета являются наличие в зарегистрированном реестре, отвечающей требованиям площадки контейнерной под накопление. Как отметил директор КБ и БО, в случае заключения договора с региональным оператором юридические лица смогут оплачивать услугу по обращению с ТКО по факту. Основные условия для заключения договора по факту с региональным оператором для коммерческого учета являются наличие в зарегистрированном реестре, отвечающей требованиям площадки контейнерной под накопление мусора. Напомню, льготный тариф для физических лиц, проживающих на территории Наринмара и поселка Искатели, в месяц составляет 115 рублей 27 копеек с человека. Для жителей остальных населенных пунктов – 50 рублей 27 копеек. Какие цифровые профессии будут востребованы в будущем? Появятся ли в школах региона интерактивные парты? Нужны ли округу специалисты в сфере IT-технологий? Эти и другие вопросы сегодня задали Александру Цибульскому школьники Нининского округа в рамках урока цифры. Глава региона выступил в роли лектора, рассказав подросткам о цифровых помощниках, в частности тех, которыми ежедневно пользуется сам. В уроке цифры приняли участие ученики ряда городских школ, а также школ населенных пунктов, учащиеся в профессиональных образовательных учреждениях региона и Яндекс.Лицея. Мария Владимирова продолжит тему. Мир вступает в новую цифровую эру. Завтрашний день будет совершенно отличным от сегодняшнего. Именно этими словами начал свое выступление Александр Цибульский. И тут же признался ребятам, что сам активно использует в своей жизни различные гаджеты, приложения и сервисы. Алиса недавно появившаяся, очень модное изобретение, на мой взгляд, очень интересная. Я, по крайней мере, ей реально пользуюсь жизнью. И она уже вошла у меня хорошего партнера. Я думаю, что это и музыку, и показывает какие-то фильмы, новости рассказывает. Впрочем, использовать их нужно с умом, во благо. Такой же позиции придерживаются и участники. Ведь интернет сейчас знает про нас все. Следовательно, аккуратность в сети и защищенность пользователей становится актуальным вопросом. Я один раз воспользовался в польском Яндексе, когда искал один несущий у меня гаджет. После этого на всех сайтах, где была встроена реклама от Яндекса, там начинается полная обханалия с тем, что ведет куча сайтов, которые могут покупать этот гаджет. И с этим вопрос... И отсюда появляется вопрос. Как защитить информацию свою персональную и информацию о себе в интернете? У меня есть ощущение, что это сделать крайне сложно. Вот я для себя сделал вывод и такой выбор, да, о том, что нет смысла сегодня убегать и скрываться. Надо просто признать, что мир меняется, и он становится совершенно прозрачным. Я осознанно этот выбор для себя сделал и стараюсь, делая то или иное в жизни, уже всегда в голове держать, что это все есть достояние общественности. Также не стоит забывать, подчеркнул глава региона, что соцсети сейчас это больше, чем личная страничка каждого человека. В настоящий момент при приеме на работу все крупные работодатели запрашивают информацию о соцсетях будущего работника и мониторят ее. Следующий вопрос задает Матвей Миролюбов. Ученика третьей школы интересует, появятся ли в школах Нейнского округа интерактивные парты и электронные учебники. Технологии учебники уже так усилились в нашу жизнь, что они заменяют практически все. То есть технологии – это уже что-то новое. И они уже по-новому как-то развивают нас. Вот те же электронные учебники, они делают удобнее нашу жизнь. Мы не должны очень много учебников всяких таскать, это очень тяжело. Все у нас есть в этом планшете, мы заходим и читаем. Ответ главы региона на вопрос школьника касаемо электронных учебников – одобрительный. Александр Цибульский отмечает – это неизбежная реальность. Многие школы страны уже перешли на такой формат. А вот по поводу внедрения интерактивных парт стоит подумать. В настоящий момент в школах Нейнского округа до конца не используются интерактивные доски. То, что еще волнует окружных школьников – это востребованные профессии будущего на территории региона. К ответу на вопрос Александр Цибульский приглашает мобильного помощника Алису. Алиса, какие цифровые профессии будут востребованы? Одна целая, одна десятая. Настоящий федеральный образовательный, федеральный профессиональный образовательный, федеральный профессиональный образовательный. Алиса, стоп. Нет, Алиса еще не дотягивает на нашу. Не то, чтобы для нашего округа. Вообще, в целом, я думаю, что я с этого начал. Мы находимся на серьезном переломе. И очень большое количество профессий, которые сегодня считаются востребованными, в перспективе 50 лет потеряют свою актуальность. Я могу назвать, не хочу никого обижать из тех, кто сегодня работает, но точно этим людям надо уже серьезно задуматься. Это, наверное, бухгалтер, это юристы, это экономисты, это переводчики. В какой-то степени государственные служащие, чьи тоже функции уже довольно успешно сможет в дальнейшее время заменить искусственный интеллект. Кирилл Бережных из 4-й школы, он же воспитанник Яндекс.Лицея, который и интересовался профессиями будущего, радостно отмечает, профессия, выбранная им, в список исчезающих нет подпадает. Поэтому выбор, который он сделал, правильный. Я вот хочу стать программистом. Думаю, что это будет довольно-таки востребованная профессия вообще в мире. Я изучаю разные языки. Например, мы с Муми, Яндекс.Лицея, мы изучаем язык Python. Также я сам изучаю языки, например, C++ и Java. Новые специалисты с новыми технологиями нужны, говорят школьники. Но есть ли такая потребность в нашем регионе? Ответ главы региона нужны и соответствующие поручения об организации целевого набора по специальностям. В сфере IT во время урока цифры получает руководитель Департамента цифрового развития Павел Окладников. Мы очень заинтересованы, чтобы наши ребята, выпускники школ, выпускники средних специальных учебных заведений учились на IT-шниках, учились на информационную безопасность и, что неважно, возвращались сюда. По нашим расчетам и по расчетам Федерации, количество IT-специалистов, которых не хватает настоящего момента для профиля, в принципе, равно еще такому же объему, который выпускается. То есть все то, что мы выпускаем, нам и в целом по стране надо еще в два раза больше. Поэтому мы всячески призываем ребят учиться на информационной технологии. И вот по поручению губернатора мы сейчас будем формировать целевые места. Этот урок цифры стал уже третьим, который прошел в Ненецком округе. Темы для каждого рекомендуются Федеральным профильным министерством. Впереди еще порядка трех тем для изучения школьниками и учащимися Ненецкого округа. Мария Владимирова, Антон Водряков, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В Нарьинмаре стартовала ежегодная конференция «Наука, профессиональное образование, производство». Мероприятие проходит на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума имени Волкова и традиционно приурочена ко Дню российской науки. В этом году в нем приняли участие порядка ста человек. Подробности в материале Александры Литковой. Антонина Веснина – студентка Ненецкого аграрно-экономического техникума. Учится на юриста. В будущем планирует заниматься экологическими проблемами, поэтому темой ее доклада стал «Раздельный сбор мусора». У нас в городе этим занимается специальная организация. Я очень за это рада. У нас принимают пластиковые бутылки, алюминиевые. Одногруппники и гости конференции полностью поддерживают Антонину. Для нашего региона эта тема актуальна, так как наши подростки не следят за экологией. И это очень большие проблемы могут потом создать. И округ и так не настолько экологически чистый, я так считаю. Поэтому эта тема очень даже актуальна была. Программа научно-практической конференции была представлена в виде пленарного заседания, а также работы по секциям. Кроме экологии в этом году были представлены секции социально-правовых и экономических наук, ветеринарии, математики и информатики, педагогики, здорового питания и гуманитарных наук. На пленарном заседании традиционно обсуждались общие вопросы, которые связаны не только с профессиональным образованием, но и с дошкольным, а также роль социального партнерства в трудоустройстве выпускников. Сегодня перед нами ставится задача не только обучить студентов, не только дать качественное образование, но чтобы в дальнейшем они были трудоустроены, нашли свое место и свою работу. И таким образом, как раз в рамках конференции, рассматривается роль предприятий Ниньского автономного округа, которые участвуют в образовательном процессе. Куратор профориентационной площадки «Проектория» Елена Нагатысая вместе со студентами подготовили доклады для решения актуальных вопросов в области самоопределения школьников. Так как «Проектория» — это больше этот форум и площадка, она направлена на школьников, то есть она должна помочь им выбрать профессию, узнать, какие востребованные профессии существуют на данный момент в нашей стране. Мы со студентами участвовали в этом проекте с целью мотивировать их получение высшего образования в области юриспруденции, познакомили их с профессиями, востребованными в нашем регионе, ну и возможностью их дальнейшего трудоустройства. Конференция собрала более 350 участников. С научными докладами выступили 89 человек. Это школьники, студенты учебных заведений округа и преподаватели. С напутственным словом выступил вице-спикер окружного парламента Максим Арбузов. «Считаю, что самая главная ценность конференции заключается в уникальной возможности представить широкую профессиональную общественность по результатам своих исследований и еще, что ему важно, приобрести ценный опыт публичного выступления». По итогам мероприятия все участники получили сертификаты, а после конференции состоялось совещание, в ходе которого было принято решение отобрать и отправить работы на региональные и всероссийские конкурсы. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok